Борьба законодательной и исполнительной властей по поводу приватизации госимущества продолжается. Чиновники проиграли депутатам спор в суде и теперь обязаны предоставить народным избранникам на утверждение план приватизации, а в конце года отчитаться о его выполнении. Победу депутатов приветствуют и члены областной общественной палаты. Затянувшееся противостояние двух ветвей власти вылилось в судебное разбирательство, и областной суд принял наконец решение, поставив жирную точку в этом споре, признав правоту депутатов. Мы надеемся, что в ближайшее время увидим приватизационные планы и программу приватизации государственных предприятий на 2021 и последующие годы. Решение суда четко прописывает, что распоряжение губернатора о приватизации является нелегитимным, и что все приватизационные процессы должны идти через закон, который был внесен и поддержан всеми депутатами законодательного собрания Владимирской области. Общественные деятели настаивают. Вопросы приватизации госимущества должны решаться сообща, в том числе и при участии общественников. Вопрос не должен решаться в рамках только одной ветви власти. Здесь необходимо взаимодействие исполнительной и законодательной власти. Естественно, общественный контроль. Потому что мы говорим о таких крупных предприятиях, как ДСУ-3, Владимир Теплогаз. Это инфраструктурные предприятия, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность области. Конечно, такие предприятия просто не могут уходить с молотка, и эти решения не могут приниматься с учетом только сиюминутных каких-то интересов. Но в обладминистрации дали понять, что спор еще не окончен. Чиновники ссылаются на постановление правительства, датированное концом декабря. В нем прописаны все правила, по которым должна происходить приватизация. И теперь чиновники обладминистрации говорят, что региональный закон надо приводить в соответствии с федеральным. 29 декабря 2020 года правительство Российской Федерации утвердило правила разработки прогнозного плана приватизации федерального имущества. Напомню, федеральный закон о приватизации государственного и муниципального имущества предписывает при разработке региональных и муниципальных приватизационных планов руководствоваться федеральными правилами, а не собственными. В связи с этим чиновники Белого дома ввели мораторий на приватизацию госимущества во Владимирской области. Алексей Домнин, 6 канал.